так сегодня у нас 7 ноября всех с праздником поздравляю таисия уже опередила немножко добрый вечер всех с праздником красный день календаря так да еще раз василий мария добрый вечер тина михаил таисия так ну что давайте начнем вот потихонечку тут еще подтянется у нас и так 7 ноября презентация у нас нашего проекта вот мы в конце новости но есть интересная новость у нас из индонезии поэтому рекомендую всем дослушать до конца вот послушаем какие есть новости из далекого континента с другого полушария зовут меня алексей нович 2004 года я инженер программист вот 2014 года партнер по продвижению new технологий до мария рад видеть что за такие технологии вот сейчас об этом немножко поговорим ну и начнем с проблем в транспорте вот проблем в транспорте все известны вот самые такие крупные проблемы вот начиная от пробок вот такие вот на много-много-много-много рядное движение в китае скорее вот в индии мы видим как ездят на крышах автобусов и абсолютно для них это норма вот естественно давка все это люди страдают на работы опаздывать жизни теряют в общем то так проблема насущная и поступок в конце посмотрим вот эта картиночка которой мы привыкли а вот в конце посмотрим картиночку как происходит джакарте индонезии тоже очень говорящая будет фотография вот ну и помимо проблем в такой общечеловеческой в общем-то в частной приватной жизни в транспорте есть проблема и вообще-то в логистике грузоперевозках ну и как бы она немножко от нас скрыта вот не всем известно вот но мы как бы можем прочувствовать на себе это во время заказа товаров из китая вот что товар идет нам неделями а то и месяцами в общем-то но и тоже как бы комфорта это не доставляет то есть это же проблема которая необходимо решать вот но и помимо проблем социальных еще проблема природного характера то есть любая дорога которая расположена на земле вот в общем-то сталкивается с природными явлениями то есть кто-то какие-то страны борются как канада россия там норвегия финляндия борются со снегом вот страны по южнее в эмиратах борются с песками ну ну а в общем-то день в бразилии да даже на нашей припяти вот борются с паводками вот и каждый сезон это одна и та же проблема в общем-то за которой страдают дороги страдают при движении в общем-то ну и так далее вот про также естественно проблема с выхлопом никому всем кто живет городах она понятно вот периодически эти возникают разливы нефтепродуктов то есть такой природный тоже строительство дорог само по себе тоже является по сути дела такой проблемная частью потому как что построить казалось бы простую дорогу асфальтную казалось бы вот это целый ряд мероприятий таких как там вырубка лесов съем плодородные слоя почвы создание специальной подушки то есть видно здесь да что это огромная огромная работая вот ну я если уже говорить про горы необходимо прорубать в скалах тоннели в общем то тут и того сложнее вот ну и говоря в принципе о других видах может быть чуть более экзотичных пока вот на надземный транспорт также является имеет ряд проблем вот в частности здесь мы видим массивной конструкции медленная скорость вот ну и в общем то решение даже такие как канатные дороги тоже имеют ряд ограничений то есть и по длине и по скорости вот и поместимости пропускной способности вот надежности долговечности все это ну то есть есть уже более современные решения вот о которых мы сегодня и поговорим так ну и какое же она идеальное транспортное средство вот мы видим на картинке это струнные транспортные системы skyway почему не является идеальным транспортным средством ну во первых секрет кроется в струнном рельсе то есть снаружи оказалось прямоугольный вот такой как обычный вот внутри есть не изюминка в общем-то изюминка является как раз таки струна струнный рельс который позволяет делать эти рельсы очень длинными гибкими то есть это пролеты могут быть там до нескольких километров мы видим пример такой дороги на который находится в беларусь уже реализована вот пролет 400 метров изящная легкая конструкция которые легко монтируется которая легко в использовании которые стоят недорого вот и поэтому в принципе мы сейчас дальше рассмотрим преимущества но уже можно называть идеальным транспортные транспортной системы для передвижения вот ну и как бы ни для кого не секрет тоже то любая дорога находится над землей вот она был дает ряда преимущества нет необходимости срезать холмы там засыпать ямы идеально ровная она находится над землей они можно делать очень достигать больших скоростей плавности хода вот безопасности и так далее вот ну и в в струнных транспортных системах есть три разновидности путевой структуры то есть мы видим серединке жесткую путевую структуру где можно ехать и сверху и снизу видим полу жесткая то есть она просто приближение сверху ну и гибкая то есть на картиночка внизу то есть каждый применяется для своего какого-то назначения вот и абсолютно реальная фотография из беларуси марина горка то есть мы видим как раз таки жесткую фирменную структуру и можно и сверху и снизу снизу скорость до 150 километров в час сверху скорость до 500 километров в час вот ну а сама станция является сама по себе это перед пересадочный пункт где можно как раз таки в городе с одной из скоростной пересесть на городскую либо наоборот вот либо выйти то есть это по сути дела остановка транспортного для посадки в транспортное средство вот вот тоже при это картиночки наши летние то есть вы выезд в марину горку можно пощупать прям рукой проехать в общем то все безмерно были рады вот но и оставились не не сгладимые впечатления вот автором струнных транспортных систем является анатолий эдуардович юницкий вот он посвятил всю свою жизнь разработке вот это транспортного решения то есть он доктор философии транспорта знает о транспорте все . любой вопрос на протяжении с какой-то уже ему не задавали то есть у него всегда есть ответ вот ну как бы 40 лет деятельности наверное уже нет таких вопросов которые бы он не мог ответить вот ну и было огромное количество испытаний и выставок и опытов и в подмосковье и белоруссии и очень много разных продувки там в аэродинамических трубах там санкт-петербурге компьютерное моделирование написано огромное количество книг вот мы видим одну из книг это струнная транспортная система на земле и в космосе вот то есть струны системы не граничатся только лишь используем на земле вот ну и вот тоже одна из книг инженер который вот я держу нахожусь непосредственно здесь минске в головном головном офисе железнодорожный 33 вот а передо мной видите лошадки то есть тоже одна из наград одной из выставок как как лучшему как одно как лучшему проекту посвященному в сфере транспорта есть ну таких как крестис нет несколько было вручено вот просто здесь как такой памятный экспонат расположен вот ну и продолжая отвечать на вопрос почему же все таки струнная транспортная система является идеальным транспортным средством то есть помимо той путевой структуры которая легка в эксплуатации в строительстве стали также есть ряд преимуществ в непосредственно в самих капсулах мы видим здесь вот на картиночке такое понятие как коэффициент аэродинамического сопротивления то есть сопротивление воздуха и мы видим что в вот скоростном транспортном модуле она почти в 10 раз то есть на порядок лучше чем у обычного автомобиля вот это достигается за счет обтекаемой формы вот мы плюс за счет поднятия над землей то есть воздух идеально проходит вокруг ни за что не задерживается и получается что та самая энергия которая тратится на передвижение она тратится минимум энергии мы об этом поговорим что же раньше спрашивали упадет не упадет вот ну говорили вот показывали такую картиночку что нет не упадет но сейчас как бы вопрос уже не задают потому как уже тестируется несколько лет демонстрируется вот но тем не менее можно посмотреть на поддерживающие на противосходную систему а также можно обратить внимание на мотор колеса вот которые каждому колесу подходит мотор колесу то есть каждое колесо это мотор колесо вот и соответственно коэффициент полезного действия здесь максимальный вот потери энергии минимальные то есть ну и общем-то достигается очень высокая эффективность вот но и вот это такой как бы симбиоз идеальной аэродинамики мотор колеса идеальной наверное как конструкции вот достигается очень высокие показатели в расходе топлива мы при к примеру допустим возьмем 1 наш юнибус 14 местный ну по сути дела это можно сравнить с обычной маршруткой то есть но и здесь мы видим что на 100 километров при скорости 100 километров в час на каждую пассажир расходуется 120 грамм топлива ну то есть на 14 пассажиров это где-то полтора полтора литра топлива то есть носить сравнить с обычной маршруткой который едет допустим там из минска в гродно например то в той маршрутке будет расход топлива скажем дизель и там 8-10 литров наверное ну скажем 10 литров то здесь расход топлива полтора литра ну в общем то вот такая десятикратная почти разница в экономия вот но и если это переводить естественно масштабно то есть посчитать все маршрутные такси которые то есть ну то есть это будет очень очень существенная экономия в рамках страны там или в целом выхлопа в регионе тогда вот но и подводя итог видим капитальный по затратам skyway является идеальным транспортным средством зеленикам обозначено то есть стоимость строительства минимальная эксплуатационные расходы минимальные то есть тоже она опережает вне и вне конкуренции с по сравнению там с метро с трамваем с монорельсом с авиацией со всеми остальными расход энергии минимальный насчет применения мотор колес идеальной аэродинамики так далее пропускная способность при всем при этом может быть максимальным в отличие от тех же канатных дорог вот и здесь она может быть больше чем даже в московском минском метро за счет частоты отправки транспортных средств за счет размеров то есть очень гибкая система то сможем наладить там до 50 тысяч пассажиров в час вот загрязнение окружающей среды минимальные тому как это по сути дело электрокар на стальных колесах то есть здесь нет никакой выхлопной трубы не расход энергии минимальные то есть загрязнение минимальными вот ну и транспортная аварийность тоже минимальная только хотя бы за точно только тот факт поднять его над землей избегает в итоге столкновения с людьми и животными с другими транспортными средствами то есть повышается транспортная аварийность точнее понижается в тоже в на порядке вот но если даже сравнивать с аварийностью в на дорогах автомобильных то есть на автомобильных дорогах гибнет ежегодно пол больше полутора миллионов человек это после для для примера в авиации гибнет там от 1000 до полутора тысяч человек то транспорте skyway это может быть еще ниже вот ну поэтому в общем то делаем вывод что идеальное транспортное средство вот она уже готова осталось только дело за внедрением вот но и есть несколько видов как раз таки подвижных составов то есть и 2 4 6 там 14 мест на 30 местные то есть абсолютно под разные задачи под разной перевозку грузов если необходимо контейнерной перевозки и сыпучие грузы то есть на все на все в общем то потребности уже фактически за эти эти годы создана целый как бы комплекс вот ну и вот мы видим картиночка говорящая тоже из беларуси это все реальная картинка где подловили как раз таки выставить ну или выставили возможно специально все всю транспортную линейку в действии то есть ну по сути сделать такой некий прообраз будущих перевозок которые мы будем увидим через несколько через может быть лет может быть десятков лет и для нас тоже будет нормой то есть где-то сверху будет ездить транспортная система функционируется мы будем гулять снизу с детьми безопасно и чувствовать себя спокойно и безопасно то есть не бояться ребенка отпустить там за ручку чтобы он куда не убежал и никуда не угодил так ну и за эти годы было получено огромное количество сертификатов патентов дипломов то есть все это хранится в зао струн технологии минске все можно посмотреть китайские патенты там евразийские белорусские студенты защищают дипломные работы одним из первых студентов насколько я знаю был 13 2013 году австралийский студент сейчас подключаются студенты из шарджи вот мы видим здесь диплом защищали также защищают и белорусские студенты вот одним из таких студентов в 2018 году было и я вот защищал проект по строительству трассы из минска в аэропорт вот так что в помимо такой производственной деятельности также ведется научная деятельность вот и уже в этом году в этом году была компания разработчик струнного транспорта прошла аккредитацию национальной академии наук то есть это ну такое событие экстраординарное вот то есть став компании имеет статус не только производственным но и научной организации вот но и вот тоже перед здесь перечисляются научные достижения то есть на предприятии работает 11 кандидатов наук 5 сотрудников имеет ученые звание доцента более 10 преподают вузах страны за пять лет сотрудники компании публиковали более 40 научных работ 100 статей пяти книжных изданий полученные 95 охранных документов на общем кто может хочет почитать внимательнее все это кабинете можно найти то есть но компании есть чем гордиться вот и испытать в 2020 году кредитован собственный испытательный центр то есть но в общем есть чем похвастаться ну вот ну и помимо того что помимо всего прочего компания ведет публичный такую финансовую деятельность то есть она нет кого не прячется показывает всегда все свои балансы то есть ежегодно проходит финансовую деятельность визит вот ну и кто разбирается или кого есть знакомые там бухгалтеры можно тоже в открытых источниках посмотреть сколько в компании находится на балансе настоящий момент какой у них там отчет о прибылих и убытках какой у них отчет о движении денежных средств вот но и могу только сказать вот допустим пару слов что вот при выручке от реализации в двадцать первом году по сравнению с двадцатым годом выросла в шесть раз то есть много это или немало вот в цифрах это с 5 миллионов рублей до 30 миллионов рублей это вот за год такая выручка вот иногда спрашивают что компания до сих пор не зарабатывает но вот мы смотрим под этим балансом и видим что она зарабатывает и причем неплохо зарабатывает вот пока на самокупаемость не вышла вот но вот эти цифры очень хорошо за себя говорят на балансе предприятия есть несколько зданий и сооружений которые находятся в минске одно из них находится на чеботарева неподалеку от тракторного завода компания работает более 600 инженеров дизайнеров ну то есть весь персонал даже народа до 1000 человек то есть до ковидные времена доходило тысячи потом было сокращение сейчас не знаю сколько там их но тоже около около 800 это второе здание на железнодорожной 33 в общем-то где здесь сейчас и находится все весь научно в общем-то всем может как мозг компании находится в этой действий в одну по одному адресу то есть и наху происходит непосредственно разработки чертежи планирование вот ну а дальше уже все это реализовывается в металле в шабанах в специальном цеху вот где ну где-то вручную где-то на специальных станках происходит сборка пока мелкосерийная вот но уже по крайней мере она она уже происходит то есть в принципе в дальнейшем потихоньку уже перед происходит переход от мелкок серийного более крупно серийным производства то есть уже мы слушали в новостях что происходит некая унификация процессов то есть так чтобы можно было в дальнейшем под любую потребность можно было компоновать как вот лего как из лего то есть допустим блок там колесной базы блок еще чего то еще то есть и блоками составлялась как некий пазл вот и тогда и скорость сборки будет намного выше вот и в общем то можно будет позволять можно будет делать любые решения то есть под любого заказчика в общем то новый мы принципе и видели что уже летом нас возили на производство был заказ из обеденных арабских эмиратов вот они конкретно уже под них делали ту машину то есть мы и как бы я думаю что дальнейшем это будет очень делаться быстро и гибко так но и собранные вот эти машины отправляются в марину горку марина горка у нас находится неподалеку от минска сейчас езды вот но здесь мы видим уже пять готовых трасс две из них плюс 2 еще находится стадии строительства и одна трасса по соседству в крестьянской фермерском хозяйстве уже можно сказать мы и ожидаем на рано можно назвать восьмой трассой восьмой восьмой чудо света до восьмая трасса это же адресный проект который будет возить вот это расстояние от входной здесь вот группы и до озера вот где-то здесь около километра и там уже любой желающий вот мы уже ждем в чате фотографии скидывали ждем запуска этой трассы и ближайшее время поедем ее тоже тестировать трассу рыбака так ну и когда в беларуси вот эта вся площадка была показана и в общем то интересовались из разных точек планеты но особенно заинтересовались арабские эмираты вот и сказали вот у вас ребята тут мягкий европейский климат понятного все работает а как насчет наших суровых жарких условий вот ну и анатолий дародович смело сказал что без проблем сделаем надо сделаем у вас вот они выделили землю тоже огромный беларуси 36 гектаров а там 20 20 с хвостиком вот и в общем то на этой площадке уже есть ряд зданий и сооружений уже построена трасса вот это вот которая легкая которую двадцать первом году уже снимали по всему миру приезжали телеканалы там из японии из канады из бразилии из индии из европы то есть были огромное количество репортажей на cnn были съемки в американских телеканалах в общем-то так двадцать первом году очень довольно бурно прошло все пол по новостным лентам вот ну и уже двадцать двадцать втором году 21-22 зимой в честь 50-летия дубая была выставка шарджи вот где на протяжении полугода путешественники туристы со всего мира приезжали в дубай вот на на это мероприятие вот но и в том числе попадали на выставочный центр skyway в шарджи вот мы и общем видим тут делегацию из африки вот анатолий дайвич лично показывает видим некий макет какой-то трассы точно такой длинный складной вот внизу ну и в общем-то двигаться таких было больше ста это из ганы из нигерии из европейских стран из индии было много из аэ было из австралии то есть в общем-то огромное количество делегации оставляли очень позитивные отзывы то есть но тут тоже как как пример дейл джексон спасибо за прекрасную демонстрацию действительно транспорт перевозки будущего вот ну и в общем то очень много позитивных отзывов и вот тоже сегодня посмотрим обо что вылилась тоже одна из таких вот без визитов ну вот струн транспорт заинтересовал представителя министерства туризма индии из индии очень много было визитов и недавно я читал статью что вроде как в индии хотели запустить гипби гиперлуп вот брэнсон его хотел продвинуть вот но почему-то индия отказалась от этой идеи вот ну и в общем то повис он в воздухе ну а параллельно приезжает делегации сюда можно ну как бы это не не утверждает но можно догадываться почему гиперлуп поставили на паузу а больше внимания здесь вот ну и представители вот тоже mobility live middle east в шарже проект струнного транспорта проект опять вот индия есть уже легкий контейнер да ну в общем огромное количество лекарств всех всех него не упомнишь вот ну и все это шарже происходит не весь наш деятельность не просто так в голом поле она происходит под под крылышком из ртай парка то есть на научно-исследовательский парк шарже вот но не в том числе взяли как один из наших у них там пока насколько я помню 6 ключевых направлений в этом научно-исследовательском парке одно из направлений да краски транспорт вот но и они как гордость как один из успешных проектов как под их эгидой то есть разместили у себя прямо в вот главном здании пожалуйста вот смотрите наш юникар поэтому тоже вот такой интересный момент также были выступления помимо телевидения были выступления на радио вот где олег зарецкий с удовольствием всегда рассказывает про про достижения про планы про в общем то то что мы увидим ближайшие ждем ближайшее время то есть уже нас там знают уже ждут это уже было не первое выступление вот но и олег зарецкий всегда с юмором с энергией таком интересном английском арабском английском все это с удовольствием рассказывать в принципе можно тоже в интернете можно послушать помимо ну и дальнейшем это что касается выставки в шарже также еще одно знаменательное событие было это выставка в берлине в сентябре вот но и кто помнит у нас из предыдущих выставок то есть если мы в шестнадцатом и восемнадцатом году самостоятельно представляли себя там то в этот раз уже компанию представлял министерство транспорта министерство транспорта именно дубая вот это такой тоже интересный момент вот где они уже с гордостью показывали что вот у них в планах развития дубая вот такой вот вид транспорта вот ну поэтому тоже такой интересный момент так ну и ну а ну продолжая тематику посещений и визитов вот совсем недавно мы смотрели новости как приезжали беларусь уже не жене в обеден арабской эмираты жили беларусь вьетнамцы очень энергичные красивые яркие ребята вот чемпионы по привлечению инвестиций в мире вот и приехали большой команды почти 30 человек даже может больше посетили и зао струнной технологии ведь и подарили тут картину и побывали на производстве в принципе для таких вот партнеров компания всегда открыта всегда пожалуйста смотрите вот ну и только кто же там отзывы самые позитивные отзывы вьетнамцы там били тоже опять же рекорды по по инвестициям вот ну и остались очень довольны вот ну кроме того что немножко у нас прохладно было в то время вот а так во всем остальном остались очень довольны вот ну и переходя уже к вот проектов в беларуси проекта в шарже вот переходя немножко к дальнейшим каким-то перспективам вот тоже пример станции которая может находиться в городе где-то то есть как это интегрируется городскую среду вот так и станции могут выглядеть за городом то есть это такие вот могут быть то есть по сути дела станция анкерная опора она может быть как маленькой так вот и такой огромный большой то есть это может быть целый небоскреб вот который является анкерной опорой из который является пересадочной станции вот ну и из этого и всего вытекает вот такая логика размещения в принципе городов будущего то есть где каждая башня является анкерной опорой является станции посадки высадки пассажиров является неким таким центром дело деловым центром где могут быть и места досуга то есть какой-то там и кинотеатры и магазины и рестораны гостиницы и школы в общем то вся любая социальная часть города могут может находиться здесь но в общем то люди могут жить вокруг в своих домах на лоне природы то есть но если необходимо куда-то поехать в общем то приходит поехать либо купить либо что-то да сделает вот приходит вот в эти вот башенки которые находятся в шаговой доступности вот мы отправиться дальше куда необходимо им по по делам в принципе даже автомобиль по сути дела вот в такой логике он вообще даже и не нужен то есть в шаговой доступности все можно решать пешком так ну и продолжая вот эту концепцию там увидели шахматная вот тоже линейный город вот линейный город города поддерживаются продвигаются поддерживаются организации объединенных наций то есть юницкий не однако дважды получал гранты организации объединенных наций на развитие этой темы линейных городов ну потому как помимо транспортной проблемы есть еще проблема с перенаселением городах там с качеством питьевой воды с качеством жизни то есть скучностью вот но и в общем то он вот эту проблему видит как именно в развитии таких вот линейных и шахматных городов вот поэтому тоже все это бьють технологии то есть является частью ють технологии линейные города так ну и вот уже в более современной интерпретации то есть мы здесь помимо вот такой дом дома доминанта вокруг которого можно жить в частных домах можно также вот концепт как расположение горизонтальных небоскребов в общем то ну идеи тут много интересных все это можно найти в открытых источниках посмотреть на сайте вот ну и ну естественно ли развитие таких вот линейных городов способствует развитию стран континентов то есть взаимосвязи между городами то есть по поднятию вывод выводу экономики на новый уровень то есть если допустим кто-то сейчас где-то в нашу текущую эпоху перепроизводства вот казалось бы в преддверии неких кризисов кто-то думает что все куда дальше уже развиваться то здесь поле для деятельности просто колоссальное то есть это строительство кто знает допустим из истории вами в америке когда то есть как как америка в тридцатых годах вышла из депрессии то есть начали строить инфраструктурные проекты дороги 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 в общем-то железные дороги и страна быстрыми темпами развивалась по сути дела вот и в современном современное время такие строительство таких линейных городов может просто вывести качество жизни и мировую экономику на на другой уровень вот ну и переходя к делам текущим то есть сейчас мы уже находимся на этапе 14.3 еще у нас запасе один этап то есть по бизнес-плану то есть все что необходимо реализовать вот но и здесь мы видим две основные цели на 15 этапа достроить 20 километров высоко скоростной трассы вот и достроить разли контейнер перевозки у нас фактически уже почти готовы то есть к зиме то есть олег зарецкий в интервью говорил что декабрь может быть январь-февраль 23 года уже забудь запущена контраст с контейнерными перевозками возможно даже она будет запущена в январе вот и когда победители наши золотые золотые победители поедут в дубай январе то как раз таки уже будут демонстрировать эти контейнеры перевозки возможно вот ну и основной в общем то основная основная задача на сегодняшний день да это поддержание деятельности компании потому как она сейчас хоть и зарабатывает вот но все еще нуждается в привлечении инвестиций то есть как на оплату труда сотрудников в общем то так и на реализацию от этого 20 километров высокоскоростной трассы вот ну и для так как есть мы говорили до этого про инженерную часть что есть люди которые работают компании и с другой стороны есть люди которые компанию финансируют в общем то как у птицы два крыла левая правая эти работают головой думает другие финансируют и так точно так же и здесь то есть есть для поддержания компании есть специальная площадка на которой люди которым нравится эта идея могут ее поддерживать финансировать и пакеты и тут есть и для студентов для малышей для в общем то для любого вида инвестора человека который готов поддержать в рассрочку в цель в разово то есть на на любой вкус и цвет вот ну и в общем то за поддержку технологии каждый местор получает свою маленькую какую-то дольку долю в согласно приз куранту долю в компании то есть и дальнейшем когда компания уже станет зрелой выйдет на мировые рынки на фондовый рынок можно будет эту долю сконвертировать в акции и продать уже на открытой на публичной бирже в общем то если а есть желание ее поддержать можно поддержать передать по наследству детям внукам в общем то потенциал у компании высокий вот риски уже с каждым годом все снижаются снижаются то есть если сравнивать со средством допустим того же дома то есть когда человек становится дольщиком в строительстве жилья то есть на этапе котлована эта цена 1 на метр на этапе окончания стройки цена уже на метр может быть совсем другой так и здесь то есть чем раньше присоединились инвесторы поддержали проект тем у них были более выгодные условия чем позже тем менее но зато рисков становится меньше поэтому тут каждый уже взвешивает риски то есть и принимает решение самостоятельно так ну и переходя к поэтому кому нравится идея рекомендуйте поддерживайте вот идея с большая идея светлая то есть это комфорт наш наше с вами будущее наше самое передвижение разбирайтесь вот и поддерживайте ну и в общем то будем наслаждайтесь плодами ваших инвестиций можно так сказать потому как уже не несколько лет на это все это наблюдаем и с большим удовольствием всегда смотрим как растет и крепчает с каждым днем проект вот ну и переходя к обзору новостей принципе их было немного вот но вот та самая интересная новость которая пришла из индонезии то есть казалось бы мы помним на прошлых на прошлом вебинаре была новость про то что была выставка в индонезии с участием олега зарецкого ну как бы выставка и выставка что там такого а на на этой неделе еще в кабинетах эта новость не появилась но на сайте уст уже она есть вот все это привело к подписанию договора вот на адресные проекты джакарте вот но и тоже как пример здесь рассказывается про надземную трассу и ст протяженностью около 8 километров вот реализуется в одном из районов джакарты вот для преодоления планируем маршрута на машине необходимо примерно 25 минут на автобусе ну почти час вот а на транспорте юст то есть там уже новая аббревиатура юницкий стрелин технологии довезет пассажиров за несколько минут то есть но разница очевидна либо час трястись либо несколько за несколько минут преодолевать расстояние ну и вот уже было первое то есть вот такой вот позитивная вроде провели и сразу же подписали то есть но очень здорово вот ну и тоже от картиночка вот мы видим слева снизу меня лично она произвела впечатление то есть но мы в наших условиях допустим объехать пробку можно еще дано на каком-то мотоцикле либо мопеде то вот в этом случае но объехать пробку уже нельзя вообще ни на чем то есть здесь ну и пожалуй тут и пешком не пройдешь ну поэтому для нас это немножко дико вот но люди так живут вот джакарте 11 миллионов человек такие вот у них затор и ну естественно для них транспорт такой транспорт просто спасение спасение вот и других вариантов нет вот ну и продолжая новости уже немножко из другого региона то новости наших партнеров то есть те самые партнеры которые финансируют технологию была конференция в доминикане где в доминикане транслировали сразу несколько каналов представляете конференция с партнерами которые финансируют технологию и у сразу три канала 3d boss я по-испански и не очень 3d блока чика наверно для колета т.в. телеканал 28 и многие другие вели прямую трансляцию с конференции прямую трансляцию вот где представители правления листей сухадов рассказал реализации коммерческих проектов и развитие проекта странах латинской америки вот но и вот алексей суходоев которые там тоже две недели находится сказал что мы являемся не только мы являемся социальной финансовой платформы наша задача сформировать сообщества для поддержки технологии струнного транспорта и других технологий и у технологий про которых не говорил которые улучшат жизнь человека но и уже зимой 23 года будет запущена тестовая трасса в шарже для перевозки со скоростью 150 километров в час тяжелого подвижного состава 25 пассажиров поделился новостями алексей одним из самых мотивирующих моментов мероприятия стало награждение золотых победителей второй этапа а также предоставление представление комьюнити менеджера испаноязычного сообщества анны дорож которые будут развивать оригинальное сообщество и объединять людей на территории стран латинской америки в общем у инженеров своя работа у людей которые финансируют технологию своя работа не менее завораживающие и будоражащие сознание так таисия предлагает купоны правильно таисия да предлагаете купоны сейчас про купоны тоже поговорим но сначала еще отметим да еще одну нашу партнера партнера ольга вероника серохвоста которая как раз таки организовала весь этот мероприятие в доминикане собрала людей собрала эти телеканалы то есть она настолько энергии много и бьет через край вот что настала амбассадором доминикане одно амбассадор это по сути дела тот самый человек который ведет за собой не только партнеров он очень может быть неким коммуникатором с госорганами быть таким представителем компании в конкретно в том регионе ну и в общем то можем зачитать вот стату быть представителем свц в доминикане это прежде всего большая честь для меня планах развития нашего сообщества до 100 тысяч человек вот человек пришел партнер и поставил себе цель привести сюда 100 тысяч человек каждый из которых и получил бы свою дольку в этом проекте вот ну и глядишь 100 тысяч человек через к пенсии уже имела бы как солидный какой-то капитал вот у нее так такие цели объединение людей это важная ответственная миссия я точно знаю что наши дети на доминикане обязательно будет успешной благодаря слаженной работе всей команды нам есть что предложить и чем заинтересовать мы растущее сообщество которое объединяет людей помогает обрести уверенность в будущем поделилась планами ольга вероника вот ну это тоже наша гордость особенно гордость на олега тарасова вот при желании поделиться так ну и да вот таисия предложил купоны абсолютно правильно если у каждого в кабинете сейчас есть купоны тоже михаил мне тут звонил буквально за полчаса до эфира спрашивал про купоны зайдите в свои кабинеты посмотрите в разделе в мои купоны там они уже начислены вот этими купонами можно поделиться с вашими партнерами вот и получить в два раза больше долей то есть если вас кабинете написано тысячу долей то этот купон сделает 2000 долей в общем-то это хороший подарок хорошая мотивация для ваших знакомых вот поэтому предлагаете вот и более того те кто их из успеет их использовать вот ему через неделю начислиться еще столько же то есть но такой можно сказать скатерть самобранка чем больше их используешь тем больше их приходит поэтому делитесь используйте вот это будет только в течение ноября в декабре ну не знаю декабре будет другие возможно но в ноябре сейчас так активно вот ну и до 14 декабря его есть возможность поучаствовать и в розыгрыше одного миллиона долей и побороться за дисконт 1 к 100 вот выиграть путешествие объединенные арабские эмираты вот ну и кому интересно вот подробнее или в живую пообщаться то есть вот 13 ноября воскресенье мы снова собираемся в green city с олегом с алексеем с неравнодушными партнерами вот мы пообщаемся на тему ну в принципе на любые темы какие вам интересны типа общаемся в принципе расскажем свою какую-то стандартную часть ответим на вопросы вот может быть попьем там кофе йог чек то есть уже кому что нравится предлагаете приходить своими идеями вот ну и это вот уже будет воскресенье то есть через да ну и входить естественно приходите они сами приходите с вашими друзьями новичками чтобы дальше идея шагала по планете вот и чемпионами были не только вьетнамцы вот но и белорусы ну олег я на этом принципе все подключайся здравствуйте всем спасибо за презентацию да очень важно чтобы мы с вами опять встретились потому что живое общение все таки добавляли их то новых флюид флюид видишь когда глаза видишь когда энергию людей вот поэтому я думаю что спасибо за тем тем людям которые уже были и еще больше спасибо тем людям которые вновь придут и придут не одни вот поэтому есть идея пообщаться больше скажем так друг другом не только послушать спикеров вот поэтому я думаю будет интересная встреча вот алена в прошлый раз предложила вот я думаю что можно немножко формат встречи там сказать утеплить ну вот так хочу сказать за ольгу конечно у меня гордость огромная вот это моя сестричка которая действительно просто горы сворачивает и поэтому конечно же является ярким примером для для меня и для вообще наверно для многих партнеров она очень веселая активная позитивная и вот действительно видите вот ее такая вот энергия она вылилась то что она стала в общем-то вторым амбассадором потому что крестьяна уже всех знают так далее вот и ценит и любит его ноты как бы с ростом амбассадоров у нас так не было таких да тут вот ольга стала тут действительно такую работу про и она стала вот амбассадором номер два при том что ее успехи на поприще мы еще конечно скажем так она как выражается я еще и не начинал ну скажем так очень здорово является для меня примером и я всегда говорю что олечка ты я тебя очень люблю и очень тобой горжусь ну и в общем-то стремлюсь скажем так твоим результатом алексеем обсуждаем иногда действительно что энергии очень много и она со стороны смотрится что это у него очень легко получается хотя конечно у нее двое деток близняшки и муж который тоже не всегда рад что она уезжает но когда на людях она всегда очень позитивно активно и в общем-то дарит такое солнышко до всем окружающим поэтому надеюсь что мы сможем и беларусь она приезжала чтобы лично убедиться что это все есть вот познакомился анатолий эдуардович именицким вот была бы к технопарке и после этого она стал да это проект который действительно нужен земле нужен людям и я за это берусь с полной ответственностью и надо да фразу так у сказала что ну как то вот она так пообщалась до сказала что если мы это дело не продвинем никто не продвинет я тогда даже удивился но вот она действительно делает так что вот как будто вот нет никого знаете как вот как будто она делка будто вот других другие линии делают поэтому вот у нее такие вот результат а мы все надеемся там кто-то сделает кто-то там юницкий в чем-то виноват кто-то там вот и государство виновата там пандемии виновата вот а шо я могу но вот оля показала что она за год стала за год она стала экспертом а второй год и она сделала себе вот статус такого амбассадора амбассадора да и стала представителем оон от доминиканы вот такие вот такие вот я об этом не упомянул да 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 вот такие вот ребята спасибо огромное за презентацию да уже тогда членом многостороннего форума правительственной группы доминиканской республики по этике при оон да вот такие вот огромные достижения браво ольга спасибо всем до про купона скажи еще раз это очень здорово да мы об этом вот бороли чтобы было больше купонов и вот сейчас действительно что если вы успеете их раздать партнерами это вот только вот не знали уж а если там по каким-то причинам партнеры не используют купоны все равно раздадут еще потому что конечно хотелось бы чтобы люди осознали такую вот важность в два раза больше это очень здорово вот поэтому мне кажется надо раздать а там уже когда цену людям просто объяснить так что я думаю что так нужно сделать чтобы получить еще да да ну где-то может для начала зайти в кабинет и всем посмотреть а дальше сколько есть можно подарить бесконечно в глубину можно подарить вверх то есть да здорово здорово очень мы это очень просили сейчас у нас теперь компания на Продолжение следует...